К Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обратился и представитель Украинской партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко. Он заявил о систематических нарушениях прав российских украинцев. Напомню, в декабре прошлого года в Москве была частично приостановлена работа библиотеки украинской литературы. Разногласия вызывают и роль российского и украинского народов в победе над фашизмом. В Москве считают вклад Советской России решающим. Недавно об этом заявил Владимир Путин. В Киеве не согласны. Над темой работал Александр Моторный. Экспромт, публичная демонстрация новой идеологии или просто двойка по истории? Владимир Путин высказал свое мнение относительно Второй мировой войны. Это по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потому что мы страна победителей. Он родом из Ульяновска, герой Советского Союза Борис Кошечкин. Всю жизнь прожил в Украине. На фронте не раз горел в танке вместе со своим многонациональным экипажем. Нам на фронте дорогие были все. И узбеки, и казахи, и татары, и украинцы, и русские, и мордва, кого только не было. Герой-танкист недоумение. Говорит, это невежество сбрасывать со счета в Украину с Белоруссией. Дескать, они первыми приняли на себя удар гитлеровской Германии, а многодневные обороны Киева, Одессы, Севастополя, Бреста позволили сдержать натиск фашистов и дали возможность Красной Армии мобилизовать резервы, добавляют историки. Общие потери Украины составили от 8 до 10 миллионов. В Кремле своя арифметика. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Более 70% потерь. В абсолютно незасекреченных источниках цифры материальных потерь несколько иные. В 286 миллиардов рублей война обошлась Украинской ССР. РСФСР заплатила 225 миллиардов. В украинском МИД выпад соседского премьера сочли выражением его премьера личной точки зрения, ответил министр образования Украины Дмитрий Табачник, известный своим скептическим отношением к украинскому освободительному движению. Я думаю, что вклад Украины в Великую Победу неоценим и огромен. Жесткого дипломатического ответа со стороны официального Киева так и не последовало. Большому брату нынешняя украинская власть готова упростить и не такое, говорят местные оппозиционеры, в обмен на газ и политическую поддержку. У героя Советского Союза Кошечкина своя фронтовая логика. Путин, если бы его обстреляли на фронте, он бы немножко по-другому говорил. А он не нюхал пороха. Понимаете? Аналитики предполагают, за словесным выпадом российского премьера непременно последуют действия. Пару месяцев назад Украина с Россией уже договорились напечатать один на двоих учебник по истории. Александр Моторный, Илья Захаров, Киев, Украина, канал ПИК. Субтитры создавал DimaTorzok